Какой была первая неделя лета? Об основных событиях этих семи дней расскажет программа «Городские подробности» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В первый день лета в мэрии Архангельска прошла традиционная городская планерка. На совещании были подняты вопросы жизнеобеспечения горожан, благоустройства города, содержания детских площадок и актуальное сегодня восстановление горячего водоснабжения жилфонда и объектов социальной сферы. На проспекте советских космонавтов необходим ремонт тепловой камеры, а на улице Тимми замена 500-метрового участка сетей. Вот главные препятствия возобновления горячего водоснабжения отключенных домов. Оперативность решения вопроса зависит от ТГК-2. Компания должна заключить договор с муниципалитетом для того, чтобы проводить работы в теле проезжей части. Однако сегодня такой договор руководство ТГК-2 заключать не спешит. Ну а технически мы были готовы проводить работы в субботу-воскресенье как раз под проезжими частями. Ну это безобразие. Ну нужно заключать договор, работать и в тех сроках, которые установлены, направить соответствующее письмо к губератору за мою подписью. А это дело обнародовать везде, чтобы народ знал, что не хотят потом восстанавливать. Деньги за все дерут большие, за тепло, а восстанавливать город не хотят. Вот так и написать, кто у нас там большими буквами, кто у нас герой на сегодняшний день безобразия в городе Архангельске. В центре внимания участников совещания также вопрос благоустройства города. Мэр Виктор Павленко поручил главам округов без промедлений привести в порядок цветники и газоны, привлекая к этой работе торговые организации и фирмы Архангельска. У каждой организации требования остаются прежними. Если нет грядки, естественно, то обязательно должны быть какие-то вазоны и так далее. Поэтому просьба еще поработать нашим управлением торговли, куратором округа, руководителем департамента соответствующими, соответствующими организациями. Ну и там у нас свои муниципальные учреждения есть, естественно, должны приобрести и посадить цветы, украсить свои офисы. Не менее актуальная тема – содержание детских площадок. Виктор Павленко поручил главам округов в ежедневном режиме инспектировать игровые зоны, чтобы сделать отдых юных архангелогородцев комфортным и безопасным. Чтобы это было действительно развлечение для детей, они представляли какую-то опасность. Вот, поремонтировать, посмотреть, если кто-то еще этого не сделал. Что касается возобновления горячего водоснабжения домов Архангельска, то в этом вопросе позиция мэрии города принципиальна. Горожане из-за договорных неурядиц страдать не должны. По предложению мэра Виктора Павленко, к участию в следующем совещании будет приглашено руководство ТГК-2, которое отчитается о ходе ремонта сетей и предоставит четкий график устранения дефектов. 3 июня Виктор Павленко побывал на месте ремонтных работ на тепловой камере, выполняемых архангельскими городскими теплосетями, структурным подразделением ТГК-2 в районе улицы Гагарина между проспектом Советских космонавтов и проспектом Обводный канал. Ситуация здесь сложилась аховая, однако позиция городоначальника в этом вопросе неизменна. Права горожан на получение коммунальных услуг надлежащего качества должны соблюдаться согласно закону. В заключении договора на проведение таких работ – требование федерального закона об автомобильных дорогах. Так муниципалитет получит гарантии того, что поврежденное автополотно будет восстановлено. У ТГК-2 за несколько лет не закрыто около 60 ордеров на проведение земляных работ. Печальную статистику и нежелание энергетиков следовать букве закона мэр Архангельска Виктор Павленко подверг жесткой критике. Вот вы сейчас 500 метров закройте на Дзержинского. Полтора месяца. Здесь точно нужен договор, потому что потом у меня даже права никакого нет зацепиться, если вы не сделаете благоустройство. А у нас полгорода, все провалено. Где ТГК работает, там обязательно. Мы провели гидравлические испытания в соответствии с предложенным графиком. Закончили их на два дня раньше срока. Молодцы. На два дня раньше срока готовы были подать ГВС жителям города. Так заключили бы договор. Причем, обратите внимание, в Северодинске это прошло без вопросов. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, на улице Гагарина, энергетики работают так и не заключив договор. В интересах горожан мэрия Архангельска позволила проведение разрытий. Но такую практику договорных коллизий мэр Виктор Павленко считает неприемлемой. Я считаю, просто на пустом месте. Здесь неконструктивная позиция ТГК-2. В части ремонта тепловой камеры на Гагарина. Значит, согласно закону, федерального закона, мы должны заключить, подрядная организация, которая будет производить эти работы, подобранная ТГК-2, должна заключить с мэрией договор потом на устранение. То есть на срок работ и на устранение и благоустройство территории. Асфальтировано ли это, тротуар ли это, или зеленая зона. Так положено, так закон требует. Ну, грубое пренебрежение закона. Но поскольку сегодня у нас салон было без горячей воды, мы пошли на то, что разрешили им, и они сегодня начали ремонт теплокамеры. Каждый должен отвечать за свое. И не надо прикрываться горожанами. Пройдет некоторое время, обводной Воскресенская, появится заявка на разрытие. Там тоже теплокамера. Они ее каждый год ремонтируют. Причину я знаю, там общаюсь с техническими работниками, потому что деньги, собранные в Архангельске, а деньги это не малые, это миллиарды рублей, уходят в Ярославль. Потому что головная контора находится там. Мне все равно, где она будет находиться. Но работы должны производиться. У нас теплосетей там под 300 километров. Вообще-то по закону порядка 10% должно каждый год обновляться, ремонтироваться. А не в лучшем случае делать там каких-то 3-5 километров. Притом, еще раз говорю, что деньги они собирают, деньги есть. То есть деньги туда отправили, не знаю, на что потратили. А производство работ не делает. Но уже это надоело. Там постоянно ковыряют Тима Воскресенскую и так далее. Причина, еще раз говорю, нет средств. Вот сделали кусочек, заварили, вместо того, чтобы заменить новой хорошей трубой, которую бы хватило там, ну не знаю, 10-15, а может быть и 50 лет. Надо конструктивно работать. Так с нами работают, в принципе, все другие фирмы. Заключает договор. Значит, есть, конечно, переносы по этим договорам. Мы перезаключаем. Это связано с погодными условиями, с отсутствием средств у этих организаций. Мы все это понимаем. Идем навстречу. Ну просто вот так пренебрегать этим. А сейчас, ладно, тепловая камера 3-4 дня, и дай бог, чтобы они сделали. Но у нас сегодня они сдали заявку, на 47 суток 500 метров будут перекладывать на Дзержинского. Мы по закону больше 14 дней не имеем права, чтобы люди были без воды, а не 47. Как вот здесь быть с законом, да? То есть надо найти конструктивное решение, чтобы они сделали ремонт необходим к зиме, и чтобы люди были с водой. Но вот постоянный какой-то вот идет нажим. Они все время решают с позиции силы. Ну, потому что они единая теплоснабжающая организация и так далее. Но еще раз говорю, вот те организации, которые управляющие компанией через ИРЦ, 85% прямые договора за тепло. То есть люди, заплатившие коммунальные услуги, прежде всего отдают деньги за это. И в итоге, я еще раз говорю, не остается ни на содержание, ни на благоустройство, ни на дворника. Вот мы удивляемся. А почему вот такая ситуация? Так она, ситуация, вот она понятная. Ну, мы понимаем, что тепло и вода – это главное. Поэтому идем навстречу, ищем эти решения, помогаем это. Благодаря нам, ТГК, мы перевели управляющей компанией, благодаря нашему решению, вот 85% на прямые расчеты. Все время работаем. Пока движение на ремонтируемом участке улицы Гагарина перекрыто по одной полосе в сторону Соломболы. Специалисты городских теплосетей должны провести ремонт в течение трех дней и вернуть горячую воду в дома горожан. Также энергетики обязаны полностью восстановить благоустройство, включая асфальтовое покрытие дороги. 11 километров архангельских дорог станут площадками больших ремонтных работ. Улицы Тиме, Гагарина, Кировская, проезд Сибиряковцев и набережная Северной Двины. Вот лишь некоторые адреса дорожного ремонта в этом году. Ход текущих работ мэр Архангельска Виктор Павленко проинспектировал во время рабочей поездки. Подробности в материале Артемия Заварзина. На участке от Тиме до Шабалина по улице 23-й гвардейской дивизии работает техника Севзавдурстрой. Специалисты приступили к фрезерованию старого покрытия и в течение недели они готовы уложить новый асфальт. Площадь участка почти 20 тысяч квадратных метров. Все съезды будут готовы, все в срок, как положено. Самые ранние начали, самые ранние закончили. Объем работы сколько по деньгам? 22 миллиона. Какие-то трудности возникли? Еще больше объемов давайте. Еще больше. Ну вот сейчас еще будет чуть больше 100 миллионов рублей. Поэтому принимайте участие в конкурсе. Мы знаем, что ваша фирма надежна. Специалисты компании «Ремикс» закончили ремонт проезда сибиряковцев. От улицы Тыковылки до Теснаново новый асфальт появился на участке в 2000 квадратов. Сейчас уберем мусор весь, который здесь, да. Завтра приступаем, ну я думаю, за ночь сделаем разметку четверга на пятницу. И все, и уже будет здесь уже нормальное движение. Транспортная нагрузка на проезд сибиряковцев весьма большая, потому мэр Виктор Павленко предложил модернизацию этой дорожной артерии продолжить. Например, на повороте на улицу Гагарина. Давайте посмотрим всю, вот может быть часть экономии каких-то средств у нас, чтобы уж завершенный был проезд нормально. Завершает муниципалитет ремонт дороги на набережной. На участке от улицы Урицкого до Розы Люксембург работает техника предприятия «Аксум». Дорожные полосы уже отфрезерованы, подрядчик готов приступить к асфальтированию. Работаем по ночам в основном. Днем только колодцы поднимаем, чтобы не шуметь. А ночью тоже планируем асфальтно-бетонное покрытие. Выходить с понедельника на вторник уже со сварки. Здесь сколько по метражу и по деньгам? По метражу 12-300 практически, а по деньгам 13 миллионов. И срок такой по контракту? По контракту у нас 25-го заканчивается. Я думаю, что для города все будет сделано. Все ясно, отлично. В этом году около 11 километров архангельских дорог станут площадками больших ремонтных работ. Они профинансируются из муниципального бюджета на сумму 150 миллионов рублей. Дополнительные деньги выделены из областной казны. Сейчас по договоренности с губератором выделены 100 миллионов 600 тысяч рублей. Определены тоже по договоренности улицы города. Это не только центр города, это весь город, в том числе и направление от Жировихи до Силикатчиков. Видите, там дорога в ужасном состоянии, а востребованность в Малое Карелое музей большая. Поэтому мы сделаем и эту дорогу. Поэтому вот сейчас готовятся документы на проведение конкурса. Сделаем все для того, чтобы конкурс тоже прошел быстро и все работы закончились. Мы планируем где-то числа до 25 августа. В крайнем случае, может быть, числа до 10 сентября. Вот те виды работ, которые будут производиться в городе Аркангельск. Дорожная техника в ближайшее время будет работать еще по нескольким адресам. Новый асфальт появится на улице Кедрово в Соломболе, а также будет завершен ремонт улицы Гагарина от обводного канала до улицы Тимми. 1 июня в 65-й раз во всем мире отмечался День защиты детей. Малыши Аркангельска отметили этот праздник своими первыми соревнованиями. На площадке культурного центра Северной прошли четвертые городские гонки карапузов весна 2015. За ходом состязаний следила Инга Швецова. В заползах, а именно так организаторы назвали импровизированные забеги, приняли участие 11 карапузов. Задача простая – доползти до финиша первым. Вот только усложняется она возрастом малышей. Самому юному – 6 месяцев. Старшему – годик. Главное – участие, чтобы ребенок развивался в кругу детишек своего возраста, чтобы не боялся их, был активным, общительным, жизнерадостным. И главное, чтобы занимался спортом. Мама и папа активно включились в борьбу. Пока один направляет карапуза, другой зовет его на финише. В ход идут все уловки. Одни использовали современные технологии, например, пульт от телевизора. Другие завлекают малышей игрушками. За любимой матрешкой изо всех сил ринулся маленький Николаша. В мероприятии участвуем впервые. Очень интересно. Тетя Коля, она приходила к нему по вечерам. Они тренировались. Она ему разминала мышцы. Они с матрешками ползали по всей квартире. Было очень забавно за ними наблюдать. Поддержать спортивный задор внука пришел мэр Архангельска Виктор Павленко. Он достойно выступил. Я очень рад. Это первое его соревнование в жизни. Надеюсь, в тягах к спорту как раз сегодня у него появится спортивный у нас парень, активный. Потому что спорт в жизни каждого человека – это самое главное. Это, прежде всего, здоровье. Поэтому я очень благодарен всем организаторам. И, конечно же, родителям. И, конечно же, нашим мальчикам и девочкам Карапузам. За их участие все замечательно выступили. По итогам турнира проигравших не было. Подарки получили все. Ведь самое главное – не победа, а яркие эмоции и отличное настроение. Следующие веселые забеги самых маленьких пройдут в октябре уже в формате городского чемпионата. На этом все. Это была программа «Городские подробности». Смотрите нас каждое воскресенье в 10 утра и в 18 часов. А Елена Гончарова с вами прощаюсь. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин